МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Новая мышь. Внешний вид оригинальный и ни на что не похожий. А также мы ждём вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим моменты игры в Counter-Strike Source со снайперской винтовкой Magnum Sniper Ride. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями очередного матча, прошедшему между командами Empire и Бегриб КСС. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Bad Beat – именно такое название носила в прошлом новая команда, знакомая киберспортивному сообществу не понаслышке по выступлениям в дисциплине Day of Defeat Source. В рамках Clan Base и EuroCup в разные периоды времени ребята сумели завоевать сразу три чемпионских звания по этой игре. Что касается новой для команды дисциплины, то все без исключения игроки не видят для себя проблем освоиться в игре. Сегодня организационный комитет WorldKiberGames объявил новую страну-хозяйку финальной стадии WCG-2009. Ею стал Китай. Непосредственно гранд-финал пройдёт в городе Ченгду. Стоит отметить, что это достаточно развитый в транспортом плане город. В самом его центре находится один из крупнейших китайских вокзалов, а до аэропорта порядка 40 минут езды. В Хаммаре завершился ежегодный De Geveling. Этот турнир считается вторым по величине лан-мероприятием в киберспортивных рамках. Counter-Strike 1.6 дисциплина, напомню, завершилась уверенной победой поляков, мим. Одной из изюминок всего мероприятия стал традиционный турнир лучших дуэлянтов Норвегии, который впервые проводился сразу по трём дисциплинам. Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Source и Call of Duty 4. Известный российский портал публиковал результаты пригласительного лан-шоу-матча между сборными командами России и Дании в дисциплине FIFA 2008. Шоу-матч проводился в Дании в рамках подготовки датских игроков к World Cyber Game 2008. Российской сборной удалось одержать победу, но с минимальным преимуществом в два очка. После первого раунда россияне вели 8-2, но во втором раунде датчане собрались и едва не наказали нашу сборную за излишнюю расслабленность. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим моменты игры в Counter-Strike Source со снайперской винтовкой Magnum Sniper Rive. Магнум, АВП, слон, называйте как угодно, это оружие является, вероятно, лучшим в игре как для профи, так и для новичка. Практически любой боец, играющий более или менее сбалансированно, чувствует себя значительно лучше со слоном, нежели с террорским АК-7 или контртерроровским М4А-1. Но овладение этим оружием требует определенных навыков. При ведении боя на длинных дистанциях этому оружию нет равных. Он с одного меткого выстрела убьет кого угодно на другом конце карты. Главное не промахнуться. Еще одним преимуществом оружия является его пробивная способность. Слон поражает сквозь стены, двери и простреливает почти все, что может помешать снайперу убить врага. На средних дистанциях слон так же хорош, как и на длинных. Но у снайпера, если он промахнется, может и не быть возможности выстрелить снова. Этому мешает довольно долгая перезарядка. На близких дистанциях неопытному пользователю убить врага практически невозможно. Разлет пулю слона не имеет границ, а на то, чтобы включить прицел, может не хватить времени. Ну а если повезет и вы попадете, противник тут же падает. Слон очень громкое оружие. К нему не предусмотрен глушитель, так что остаться незамеченным невозможно. Еще один заметный минус этого оружия. Стрелять на бегу из него просто бесполезно. Мы виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Вольно. Разойтись. Смотрите далее. Light Up Keyboard. Это девайс, который удобно взять с собой в дорогу. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями очередного матча, прошедшему между командами Empire и B-Grip KSS. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Беспроводная мышь LifeTech Trendy Mouse. Название этой модели мыши переводится на русский язык как «модный». Никаких дизайнерских изысков по части форм и расцветок здесь нет. Две серебристые полоски, проходящие по нему единственное, что обозначает переход от боковых поверхностей к верхней. Покрытие корпуса матовое, шероховатое и как будто прорезиненное. Оно приятно на ощупь и препятствует проскальзыванию. Разрешение оптического сенсора 800 точек на дюйм. Компания Microsoft представляет мышь SideWinder. Внешний вид оригинальный и ни на что не похожий. Причем как по форме, так и по использованным материалам. Форма странная, зауженная к переднему концу. Хват непривычный, но, несмотря на это, в большой руке лежит достаточно удобно. Сенсор хорошо работает почти на любой поверхности, включая абсолютно черный матовый стол. Точность и плавность перемещения курсора на самом высоком уровне. Российская компания NeoDrive представила необычные колонки в виде двух игрушечных медвежат. Как правило, производители делают колонки как две капли воды, похожими друг на друга. В данном же случае каждая из них индивидуальна. Производители называют колонки Маша и Миша. Впрочем, им можно придумать и любые другие имена. Такие устройства могут стать украшением детского компьютера, а также ноутбука или настольного ПК, за которым работает женщина. Light Up Keyboard — это уникальный девайс, который удобно взять с собой в дорогу. Клавиатура сделана из эластичной резины. Ее можно свернуть, сложить, скрутить, как вам удобно, и ей ничего не будет. А самое удивительное, что она имеет подсветку. Материал приятный на ощупь. Клавиши хорошо нажимаются, так что эффекта проскальзывания не возникает. Нижняя поверхность клавиатуры имеет специальное покрытие, которое предотвращает ее скольжение практически по любой поверхности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда Team Empire в данном составе сформировалась весной 2007 года, после слияния с командой USSA-KSS. На протяжении почти целого года состав не менялся пока по личным причинам. Команду не покинул Михаил Оракол-Чудеевич. На игру с BackGrip Empire вышли следующим составом. Капитан Сергей Гоу-Гоу-Гоу Петров. Тренер команды Андрей Кош-Шмаль. Алексей Юбикве-Поливанов. Дмитрий Санет-Сонин. Станислав Мал-Лукашов. По жребию команды встречаются на известной всем карте The Train. На стороне террористов играет команда Empire, а Бэгриб защищает планты. Первый раунд. Элоун и Сашко, вооружившись USP и гранатами, направляются К. Кобирка на зигзаге, Шторм и Солджа на Б. В это время трое террористов организовывают порыв к Б. Ни одна из команд некоторое время не решается начать атаку. Но все-таки Empire идет на отчаянный шаг. И начинается заварушка между вагонами. Первым делом Кобирка метко в голову кладет Кошака, а Солджа Сонина. Empire и Викви мстит за Сонина, но тут же погибает от USP Кобирки. Кобирка же умирает от шквалиства огня Мала. Тут же Элоун ходит гоу-гоу-гоу. Мал отстреливается от шторма и убивает его. Элоун и Сашко остаются против Мала. Однако террористам не удается установить бомбу в отведенное время раунда. Первое очко гейма достается команде контртеррористов. Empire-C проводят серию экономических раундов, но это им не помогает. Накопив к пятому раунду денег на более серьезный арсенал, команда бросается в атаку. Сонин бежит к дальнему переулку, а все остальные на середину. И почти сразу Мал и Кошек погибают от Слона Кобирки. Далее все действие перемещается по издам на А, где Юбикви делает потрясающий дубль с Глок. Сонин, помогавший в эту минуту Юбикви, подрывается на гранате убитого Сашко. Чуть позже Шторм убивает Юбикви, а затем и Гоу-гоу-гоу, который успел установить бомбу. Бомба благополучно обезврежена. Вагон с цистерной химических веществ на А спасен. 5-0. Со стороны Эмпайр пока глухо. Десятый раунд стартует со счетом 7-2 в пользу Бегрип. Закупившись по полной, ребята из Бегрип бросаются в атаку. Элоун на зигзаг, Сашко с АВП уже на А. Кобирка прикрывает Элоуна, а Соуджа и Шторм держат Б от натиска неприятеля. Первым от Слона Сашко падает Гоу-гоу-гоу. Еще одной насечкой на прикладе Слона Сашко становится Сонин, а за ним и Мал. Всех их он положил в Дальнем переулке, тем самым не дал имперцам осуществить их злобный план. В эту же минуту Кобирка засаживает слоновую пулю в грудь Кошака. Последним погибает и Викве, которого подбрасывает ввысь гранатой уже отличившейся Сашко. Перед сменой сторонами конфликта счет 11-4 в пользу Бегрип. Данный рестарт, команды начинают вторую половину гейма. Последний раунд. Вооруженные до зубов имперцы рассредотачиваются по карте, дополняя действия друг друга. Юбикве и Мал валят троих в середине. Там же Сашко уносит Кошака, а Сашко со Слонометка в голову минусует Юбикве. Последним погибает Кобирка от М4А1 Гоу 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 Гоу. Еще один раунд за Эмпайр. Вторую половину гейма вытащили имперцы со счетом 12-2, опередив в итоге противника всего на 3 очка. Достатна для Бегрип и радостна для Эмпайр. Победа была же в кармане у Бегрип, но фортуна переменчива. Поздравим команду победителя. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное. Новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Новый год. Новый год. Продолжение следует...